Добрый вечер, с вами Николай и мы играем в The Elder Scrolls Online. Здравствуйте, мои дорогие. Такс, ну у меня почти уже, почти уже нормальный голос. Сейчас. Немножко, чуть-чуть сопляет. Чуть-чуть кашель, маленький, но уже получше. Такс, что у нас интересного? Давайте начнем с почты. Тысяча. 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 Магазин Генди. Срок продажи предыдущих тестов. Ага, понял. Ладно. Пять тысяч. Тысяча. Тысяча. Почти тысяча. 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 Итого где-то тысяча. Четырнадцать. Нормально. Почему бы и нет? Столько более-менее нормально. Да. Надо будет, кстати, сорок восемь. Будем скоро это все удалять. И у нас есть два. А ну, стоп. Подождите, а я его, по-моему, уже полностью забил. Да, магазин полностью забил. Так что нет смысла. Ну, акцион, магазин. Без разницы, как вам ни назовите. Все равно. Такс, мы что прошли? Мы уже эту витку полностью прошли. Эту витку. Вот здесь только один у нас. Подземелье. Эбон Сандмонд. По-моему, прошли. Нет, не прошли. Вот он у нас. Не пройден. Это у нас, по-моему, зачарованный лес. Давайте его пройдем. И потом у нас останется вот... Раз, два. Лиландрил. Короче. Да. Едем. Зачарованный лес проходить. А там посмотрим дальше, что будет. Ну, там поселилась Дейдра. Ну, типа, короче, план соединяется с планом Дейдра. Дейдрической Гладычицы. Нам-нам-нам-нам. Нам-нам-нам. Очень хороший. Я забыл. Я зову. Да, недавно вот все жидкие было. Что-то память вообще такая древая скала. Это ужас. А как же ж я ее зовут? Молодычица Дейдрическая. Тенями заведует. Короче, ладно. Нужно. Ноктернул. Да. Ноктернул. Андормей. Приветствую. Приятно встретить тебя здесь. Не хочешь помощи мне еще раз? Мне нужно изображение для экспедиции. Скорее всего, нам встретятся Дейдра, но в Вейре на теме я не составит предостивить справиться. Какого рода эксперимент? В двух словах я нашла записи древнего храма, расположенного где-то в этом лесу, и пришла выяснить, какие тайны между странами. Предупреждаю, вы, пансон-монте, очень легко заблудиться. Если тебе придется все время быть на чеку, легко заблудиться, как это? Там пропадают путники, иногда, на много дней. Судя по тому, что я слышала, этот лес как будто движется, пока ты идешь по нему. Нам нужно будет все время держаться вместе. Итак, хочешь помочь мне? Я тебе заплачу. Конечно, давай попробуем. Спасибо, что приняло мое предложение, и я очень рада возглавить собственную экспедицию. Может, тебе нужно великие мыслить, но иногда это как-то чересчур. Как же хорошо, наконец, перестать быть его помощницей. Значит, уже не помощница его? Нет, я не перестала быть ей. Гильдия Магов по-прежнему просит меня заворождать его в экспедициях. Я просто взяла небольшой творческий отпуск. Вот и все. Как только я закончу свои исследования здесь, я, наверное, отправлюсь на поиски более жутких приключений. Похоже, тебе не слишком нравится быть помощницей в этом жиле. Ну, быть его помощницей, это во многих отношениях полезно. Но, думаю, мне пора доказать гильдия Магов, да и себе тоже, что я вполне могу добиться успеха сама. Просто так получилось, что Моцентмонт меня заинтересовал. И что такого здесь интересного? Руины в Эбонсентмонте очень древние, возможно, относятся к еще метрическому меритическому эре. Там есть надписи на загадочном языке, большая часть которых не переведена. Думаете, надписи помогут нам найти тайный храм? Хм, расскажи мне об этом языке. Этот язык очень древний, даже с точки зрения языка Эльфа. Я нашла переводы лишь нескольких фраз, но идея весьма отрывочная. Вероятно, эти пусмена могли заинтересовать лингвиста. Для меня же они лишь средства для достижения цели, и я хочу исследовать только храм. Хм, хм, а как надпись помог нам найти храм? Как я уже говорила, в этом лесу легко забудиться. Тропинки движутся и перекутаются, пока ты идешь по ним. Вот почему этот храм до сих пор никто не исследовал. Следуя этим надписям, мы, скорее всего, сможем его найти. Ты расскажи побольше о храме. Не слишком много храма виднеется среди деревьев, а на колесах делает исследование практически невозможным. Скорее всего, это место поклонения ныне заброшено. По какой-то причине, обитатели храма пожелали, чтобы он оставался недосягаемым. Как это? Природа этого леса не позволяет путникам просто пройти к храму, который мы ищем. Должно быть, кто-то добился этого при помощи магии, чтобы не упускать туда чужихов. К счастью, письмена, скорее всего, укажут нам дорогу. Ну, пошли. Да, интересное задание, кстати. Такое довольно... Напоминает эффект бабочки. Так, мы ищем надпись. Позволь меня, если увидишь какого-нибудь вырезанного на камне. Конечно. А, стоп, пошли. Поверху у нас вырезанного на камне есть. Такс. Да, именно то, что мы ищем. Я прям-таки слышу эти слова. Селранг, Йонг, Восточный храм. Билет, здравствуй. Дейдра, я не могу позволить себе отвлекаться. Задерживай их. Дикая вещь. Награл. Все. У меня начинает молчаться. Наверное, не стоит этим гордиться. Три минуты. Сейчас похавать надо. Ты мухай, давай. Мне только интересно, почему она стояла, а никак не реагировала на него. Это немножко странно. Так, подожди. О, время уриэля. Как я здесь оказалась? Я думаю, сейчас пройдем. Попробуем. Я не знаю, правда, я ведь сделал, что я сюда попал. Сейчас посмотрим. Так, это я заберу. А, нет. Мне надо вот сюда. Хорошо. Сейчас мы смотрим. Видели наверх? У нас идет... Телепорт. Сюда, а я здесь. Давай попробуем. Что ж, похоже, что я сказал, правда. Да и Эбмон Садмон, и пойдем сбегать с пути. Может быть, следующая надпись поможет нам найти дорогу. Давай. И почитаем. Мне не нравится, что Мейндрик, конечно. Мне жалко его. Ага, посмотрим. Снова этот голос. Бара-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. И в прошлое. Соблазнительница убийцы. Ай, больно. Так. Пошли за мной, что-то там. Она в территорию, понял, значит там в территорию. Так, ЛКГ, стой, смею, смею, всё, подожди, шелковый комзол. Такс, ну и куда-то перенеслись. Можно попробовать здесь выбраться. Да, они не дают нам возможность схитрить. Не жаль. Могли бы и дать немножко такой возможности. Ну, я люблю сокращать пути. Почему бы нет? Это было прикольно. Ладно. Пойдем правильно. Возвельвы привычных магий. Поэтому дезориентирующим загляданием, нужным на леса японца. Ну вот они что-то там, наверное, не слишком воздействуют. Так, прочитать записочку. Не, довольно неплохое. Угу. Если это то задание, я не помню только. Дорогому спутнику. Дорогая Лара, если ты читаешь, то значит, что наконец-то ты меня догнала. Когда я переводила надпись на стоящем перед тобой камне, впереди распахнулась дверь. Я ждала тебя, но не могла рисковать с закрытыми дверями. Просто прочитай надпись на камне и сможешь последовать за мной. Но у тебя не возникнет трудностей с переводом. Хм, даю каждый тебе хоть звезды. Андевен. Не волнуйся, эти кости не мои. Да, кстати, в чем прикол? Видите, да? Шик, стрела, топор, лук. Да. Короче, тут есть одна фишечка интересная. Я же вам говорил, ну типа, намек был с самого начала. Эффект бабочки. Понимаете сейчас? Наверное. Уходим в шкаф. По себе они. Святилище закрыто. Шкаф. Уходим в шкаф. Уступная кираса. Идите. Слав. Давай. Параболейство. Прошлое раскрыто. Найти Андевенден. 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 Эта та же комната? Ну, только мы... Ладно, потом. Сейчас поймем. О, боже. Зачем? Она такая хорошенькая. Сарина крадущая ночь. Ну, блин, а поговорить с ней нельзя было? Ну, походу, ну ладно. Как выглядит сегодня. Не, я же говорил, у Ноктернл самые прикольные вот эти. Эх, слуги. То есть, вот что-что, а вот мне нравится. У Ноктернл слуги. Вот эти. Саракопутки. Да. Так. Убили. Помочь Андевенден исцелить. Жало. Мне кажется, не надо было. Ну, ладно. Жало. Хвала звездам. Кажется, он приходит в себя. Поговорить. Здравствуйте. Я что, действительно в Этериусе? Ты не знал, что сюда просто такие, как ты? Не беспокойся, ты жив. Можно узнать твое имя? У нас артисты давно говорят, нет имени, только маски. Можешь называть меня жало. И я специализируюсь на искусственной стрельбе и звуков, понимаешь? Ох, как выглядит голова, как я здесь оказался. Ничего не помню. Ты помнишь, как пришел в Эстон с собой? Эстмо? Эбмон? Стадмон? Извини, ничего не помню. Должно быть, я пришел сюда со своей бродячей труппой. И я бы не ушел из Релентила без них. Должно быть, кто-то напал на меня из засады. И, судя по моему состоянию, это кто-то был свиреп. Может быть, это был Дейдра, который я только что одолел? Дейдра? Локоть Мары. Мне это не нравится. Ты не могла бы помочь мне найти главу моего друга, маэстро Форте. Мне надо предупредить его об опасности. Он, наверное, где-то неподалеку. Поможешь? Ну, пошли. Пошли. Сад Черного Светилища. Форте! Это ты! Жало! Что сряслось? Тебя вся трупа ищет? Великий маэстро Форте! И я понятия не имела, что вы в Модсен Монте! Великий! Ну что вы! Я просто маэстро Форте! И я пока не достоин такого громкого титула! Так-с! Похоже, ты спасла жало до верной смерти! Не вспомнилась история от Мариани, которого спасли Нерииды из... Ах, сейчас не время для этих историй. Скажи, что произошло? Анде Венон спасла ему жизнь. Он ничего не помнит, но здесь поблизости есть Деидра. Деидра? Ей понятия не имел. Наш караульный, правда, говорил о каких-то странных тварях, рыщущих в ночи. Но о других нападениях я не слышал. Должно быть. Что-то приманило их сюда. Вы только что вошли из храма? Да, мы... нашли там жалу. Единственное, что мне бросалось в глаза в храме, это светящийся камень в главном зале. А еще не перевел надписи на камни, но, возможно, это он притягивает к себе Деидра. Неподалеку я нашел еще один похожий камень. Поможешь мне их исследовать? Давай попробую. Превосходно. Почему по тебе твоей спутнице не пойти к вам не прямо сейчас? Просто идите по тропе на север, и я провожу жало к нашему лагерю и прослежу, чтобы о нем позаботились. Мы встречаемся здесь чуть позже и поделимся наблюдениями. Хорошо. Изучить северный камень. Я знаю, это странно, но давай сходим к этому камню. Может быть, он даст ответы на наши вопросы? Возможно, возможно. Хыдыщ! Северная тропа. Дом Грёза в Мадмонте. Почему я об этом никогда не слышала? beennikin,beennikin. Бенкине. Бенкине. Можно их обойти. Изучить Северный Камень. Лейнка, алло, дверь в будущее. Ты тоже это слышал, женский голос? Я бы начала решать, что мне почудилось. Дверь в будущее, проклятие. Теперь я поняла, где мы. Да, в некоторые двери нельзя заходить, правда? Ан-Де-Вен. Экспедиция Дома Грёз, о которой я никогда не слышала. Великий маэстро Форте, не признающий этот свой титул. А тот зал в храме, где мы нашли жало, он выглядел чуть-чуть в точку, как тот, в котором мы вошли поначалу, только без паутины и сломанных скампий. Всё это и впрямь давно странно. Но что это значит? Это значит, что мы уводили в так, куда лучше бы не попадать. Прошлое. Я знаю, это кажется невероятным, но помнишь тот камень, который мы активировали первым? Я думаю, что на надписи на него упоминается какое-то событие. Но прошлое оказалось в точке назначения, а не событие. Тот камень в храме отправил нас в прошлое? Это всего лишь моё предположение. Я предпочла бы не докапываться до истинных изменений в прошлом моменте в далеко идущие последствия. Интересно, сколько бы это мы уже натворили? Однако надписи на этом камне гласят, что он должен направить нас обратно на настоящее. Почему ты так уверена? По правде говоря, я вовсе не уверена, но нам придётся попробовать, иначе мы застряли в прошлом. Хорошо, давай попробуем. Этот камень должен вернуть нас в наше время. Тебе нужно всего лишь время... Так, всё время думать о месте назначения, и я пойду прямо за тобой. Ты что-нибудь знала об экспедиции Маэстро Форте? Это очень интересно. Великий Маэстро Форте возглавлял как еще актерскую кукурузу Мерсеттона Мурёс. Но я также слышал, что он превосходный учёный. Впрочем, я, пожалуй, знаком с его работой лучше, чем мне казалось. Что ты имеешь в виду? Исследование, которое я использовал при переводе надписи, стало итогом экспедиции, проведённой примерно в это время. Вероятно, именно Маэстро Форте сделал те самые записи, которые привели меня сюда. Я бы спросил об этом одно, но не хочу повлиять на прошлое ещё сильнее. Думаешь, мы уже изменили его? Ну, жало был при смерти, а я помню, что в наше время не видел останки как раз на том месте, где обнаружила его. Скорее всего, он должен был умереть. Я рада, что не знал об этом, пока лечила его, не зная, что бы я сделала. А что ты имеешь в виду? Как я уже говорила, изменения в прошлом не имеют далеко идущие последствия. Вполне возможно, что исцеление жала может повлиять на наше настоящее, самым ужасным, непредсказуемым образом. Мы бы... Пришлось... Мне бы пришлось бы выбирать между его жизнью вероятность последствиями этого изменения. Весьма мрачная мысль. Понятно. Не знаешь, почему я слышал женский голос, читающий эти надписи? Я слышал это просто сих пор, как начну переводить надписи, и должно быть с ним связано какая-то магия. Впрочем, если подумать, возможно, эта магия связана с самим языком. Может, связана с языком, если я не думаю о ней. Ой, простите. Кашель. Кашель, да. Немножко. Разве этот язык не древний и немалоизвестный? О, да, довольно странное поведение для загадочного языка. Разговаривать с каждым, кто на нем читает. Должно быть сбивающаясь паутина природы Эббонс с одном-то, удерживать исследователей от изучения этих надписей. Вот и все. О местной файле я и не говорю. Голос, говорящий, куда идти. Это довольно удобно. Даже не знаю, что тебе сказать. Одно бесспорно. Мы должны вернуться в свое время. И как можно скорее. А таинственный голос, что бы им не двигало, единственное, что помогает нам это сделать. Сейчас у нас нет ни нового выхода, кроме как следовать его указаниям. Ну, давай. Кто здесь? Самка с милостивой, это ты? Здрасте. Ван Девен. Шли годы, и я все никак не могла тебя найти. И вот ты здесь, снова, в том же месте, где все и началось. Похоже, годы тебя не поснулись. Что же с тобой приключилось, подруги? Я просто прошла через дверь, чтобы вернуться в исходное время. Значит, камень все же отправил тебя в будущее, и я опасалась худшего. В тот день я пыталась пройти за тобой, и вернулась в настоящее. Но магия камня угасла. И проход закрылся. Как я и не старалась, открыть его. Я не смогла. И что ты сделала? Я оказалась в ловушке в Эдмонсабонде. Десятки лет я изучала этот язык. И я отчаялась и пыталась найти способ выбраться отсюда. Но куда бы я ни шла, все равно оказывалась здесь. И все же я добилась всего своего. Ох, мне наконец-то нашла способ вернуться. Способ не допустить всего этого. Что ты имеешь в виду? Я не должна дать сама себя отправить в прошлое. Моя жизнь прошла впустую. В этом проклятом лесу. Южный камень. Вот ключ. Погоди, что это? Неужели жало? Где? Жало. Извини, дорогой жалко, твоя роль сократилась. Храм, ты должна вернуться. Ступай через храм к Южному Камню. Байнавы, Тендел. Вот нужные слова. Не допусти, чтобы это случилось. Возьми мой дневник. Он послужит доказательством всего. Да, прикольно. Правда? Жало, скотина. Не, ну, понятно. Она ему просто рассказала, что если он вернется, то... Ну, если она вернется назад, то он умрет. Ну, он, понятное дело, не захотел умирать. То есть все. Сороет за жало. Ты падла, ты не мешаешь пройти. Черное светилище. Белое светилище. Красное светилище. Жало. Кстати, у него там не стрела была. И так, пора даже если нам завершить нашу небольшую постановку. У него там торчала не стрела, а у него торчал топор. Так что, по сути, мне надо просто взять и топор. Так что, игра продолжается. Ох, это было бы лучше. Я увидел, кто ты... Вдруг... А ты, блин, помощница, хреново. С одной стороны, лучше, с другой стороны. Иногда вот это мешает. Неправильно сделали диалоги здесь, да. Если бы они добавили, чтобы оно дублировалось. Вот здесь вот, короче, ну, вот когда она идет, короче, когда она говорит, там появляются субтитры, правильно? То есть, и другие чуваки, когда говорят, появляются субтитры. Но, в одно время появляются только одни субтитры. Почему не сделать такую строчку, в которой бы шло, там, имя, там, Мири и ее диалог, там, имя Жала и, ну, под низом. То есть, чтобы они не вот этот, не перекрывали друг друга. То есть, они шли рядом, да и все. То есть, чуть ниже, там, чуть выше. Было бы нормально. Как же ты стареешься? Стараешься сплезнуть от меня? Пожалуйста. Теперь у меня есть то, что мне нужно. Ну, черного святилища. Кто-то нет, Жала. Здрасте. Что уж, пожалуй, пора выходить на сцену для поклона. Ты, наконец-то, все поняла. Точнее, там, давай он все поняла, верно? Но, все черного работы сделала ты, и вот здесь вы как раз успеваешь помешать нашей приманой не исполнить ее главный рот. Выходи на сцену для поклона. Погоди. Я же только что тебя убила, а ты до этого убила Андевер. Ах, ты убила меня, правда? Даже умело целить, я не смог бы вернуть меня к жизни. И да, я действительно участвовал в заключительной сцене Андевер. Или точнее, я не буду участвовать, зависит от точки зрения, знаешь ли. Но и не следовало пытаться сорвать представление. Андевер была нашей приманой, и она должна была разгадать тайны об одномом Сан-Монта. Раскрыть истинные потенциалы этой скрытой мощи. Но она нашла способ сбежать, и, умирая, рассказала тебе, как вернуться к персоной точке. На чьем настоящем? К сожалению, да. Значит, моя ронда дошла к концу. Но я поставил отличный спектакль. Тебе не кажется? Несчастная, сбитая с толку душа, подлые злодеи и загадочные мудрецы. Но, кажется, у тебя есть задание. И так, последняя воля умирающей. Мне нужно помешать Андевер отправиться в прошлое. Да, наша героиня, скорее всего, где-то снаружи. Если мне не изменяет память, после стольких перемещений я начинаю терять чувство времени. Ладно, мне зачем вдаваться в подробности. И еще вопрос, кто ты? Я же представился, когда мы встретились в первый раз, я жала. Но раньше я был простым актером, но сейчас служу величайшей силе. И я служу ей довольно давно. Помогаю раскрыть истинную силу с Адмонта, с Адмонта. С помощью Аддевэн, разумеется. Что ты хочешь этим сказать? Как-то Манда Вэн ее назовала. Ага, Дух Святилища, вполне подходящий титул. Она правильный этим лесом. Думаю, так было всегда, хотя точно не знаю. Ей нужна была ее сила. Понимаешь, Адмонт с Адмонт был неотъемленной частью ее планов. Планов? Может, даже не трудиться меня спрашивать. По большей части, я о них понятия не имею. Я мог бы умереть, если бы Дух не спас меня. И все оказалось не так уж и плохо. Но в лучшем случае, это роль Таралфана. И я должен был следить, чтобы цикл не прекращался, а чтобы Адмонт продолжал исследовать мне снова и снова. Не понимаю, о чем ты. А, на твоем месте я бы не стал из-за этого переживать. Я и сам трудом понимаю. А ведь я это пережил. Как бы то ни было, теперь с этим покончу. Ты об этом не позаботилась. Но думаю, Дух изучил достаточно. Оно должно хватить. Так оно все прошло. Что Дух изучил достаточно. Понимаешь, штука сложная. Говорить на этом языке могут только смерти. В конце концов, именно это и позволило нам путешествовать во времени. А Андовен был идеальным кандидатом на то, чтобы раскрыть ее тайну. Значит, ее заперли в Вернонсадлоне, чтобы она изучала язык. Да, все, что в нашей героине было нужно, это хорошая мотивация. Андовен была заперта в лесу и не могла выбраться. После этого она услышала шепот, наставляющие все наставляющие. И когда Андовен говорила на этом языке, моя госпожа наблюдала за ней. Тоже госпожа? Все понятно. Кто говорит с Андовеном? Подожди, а могу я его убить? Не могу. Почему? Я хочу тебя убить. Будет он интересный. Вообще, моим не могу его убить. А я хотел бы его убить. Просто взять и убить. Но я должен был иметь такую возможность. А он, кстати, обывание. О, вот иди. Как тебе удалось? Подожди. Как тебе удалось попасть внутрь? Не сумеет он для меня. Мы наконец-то собрали до храма. О, мне не терпится узнать, какие тайны он хранит. Этот храм западня. Нужно немедленно покинуть этот лес. Храм западня? Что ты хочешь этим сказать? Вот, прощи книгу и все поймешь. Книгу? О, погоди, это же мой почерк. Я заперта в этом лесу. О, это же несколько десятков лет. Заперто в прошлом. Мое лицо. И... Пораздели морщины. Душа мрачена, сожалению. У меня украли мою жизнь. Что-то привело тебя в этот храм только для того, чтобы запереть здесь. Что-то пытаются боги. У меня это бросок в голове не укладывается. Эта книга тебе все объяснила. Сейчас нам надо уходить. Да, я согласна. В этой экспедиции ты из-за всех сил старалась меня защитить. Хотя ситуация была не простая. Ну, кто-то будет только я могла угодиться под нем. Пожалуй, наш договор выполнен. Спасибо тебе за помощь. Да, давай. По-моему, экспедиция все же прошла успешно. Как-никак, заметки, которые ты мне дала, написаны на руку и вручу, то и другое меня больше не будет существовать, раз ты меня остановила. И на этом я остановлюсь, пока у меня не разболелась голова. Угу. Ты была здесь заперта. Я уверена, что эти заметки преснят ситуацию. Самое лучшее, что сейчас можно сделать, это поделиться нашими открытиями с гильдией магов. Сообщите им, насколько опасен в действительности этот лес. Что касается меня, я вернусь к Телленджеру. Тебя огорчает? Знаешь, может быть это глупо, но я, пожалуй, приехала сюда только ради того, чтобы выйти из его тени. Если я сумела разгадать тайные бонзу Монта, что ж, пожалуй, это было бы достаточно. А в итоге я оказалась заперта в прошлом, чтобы сложить загадочную в существу, или точнее, могла бы оказаться... Да, я понимаю, это кого угодно угнетет. Обычно Телленджер принимает поспешные решения и подвергает нас всех опасностей, но я помогаю все исправить. Но настоило мне сама возглавить экспедицию, но как я очутилась на месте Телленджера. Так что я предпочту исправлять его промахи, а не совершать свои. Так, все здесь мы закончили. Теперь нам можно отправляться. У нас есть еще раз, два, три, три задания. Можно пойти вот сюда, Академия Просвещения, или Морская Крепость. Я не знаю, куда лучше вам сделать. Ладно, пошли через телепорт, попробуем. По-моему, Морская Крепость уже прошла успешно. Как заметки какие-то? Недавно написано в моей руке, благо, благо, и на этом я остановилась, это мы уже читали. Торговец. Харни, Роу. Да, давай, продади. Что у нас есть интересного, что у нас еще можно продать. Так, посох там, да, что еще? Тяж ненасытного продать, средний. На продажу или на разборку? Давай на продажу. Или на разборку? Или на разборку? Ну, на разборку. Щит Грифона. Даже не знаю. А тут что-то есть? Все-ка я дерьмо оттаскаю с собой. Ну, было. Минер, партнер, минер, партнер. Хорошо, поехали дальше. Так, Академия Просвещения. Тут у нас, походу, будут чуваки, у которые с ума посходили. Давайте ее пройдем? Ну, тоже довольно неплохая. Либо пойдем вот сюда. Морская крепость. Морскую крепость, не помню. По-моему, ну, не помню. Ну, ближе сюда. Ладно. А на сколько у нас по времени? 33 минуты. Да, я думаю, нормально как раз будет. Поехали. Ну, оно такое. Довольно не быстрое задание. Ну, сейчас посмотрите. Привет, свою могучая воительница. Усталая путница, ты ищешь залитый светофакал в зал из авангарда. Увы, здесь тебе их не найти. Здесь одни только жалкие эльфы и теплолюбовые чередей. Едут мосту, китулся. На великое испытание от Суна. Пойдем со мной. Жалкий эльфов, по-моему, ты не в себе, почему ты говоришь, как норка. Не в себе? Ха! Ты говоришь, что это значит, как этот маг. Эрудил. Мой путь ясен. Я должна отправиться в жилище своих почитаемых предков. Окунуть бороду в мёд и спеть боевую песню Тано Стража. Прочь с дороги или отведуешь стали из небесной кузницы. Эм... да. Где мне найти этого эльфа эрудилом? Ты станешь говорить с этим тонконогим чародеем? Ладно. Он во внутреннем дворе. Нарос в уфыренное эльфийское здание на холме. А теперь извини, мне надо вернуться к своему приключению. Ладно, хорошо, удачи. Там такое тоже довольно интересное задание. Да. Неваня, начинаем урок. Что вы делаете? Что вы делаете? Прекратите сейчас же. Просто невероятно. Эльфийское здание. Разве что мельком. Ладно, что она творила эту книгу. Она свела мои товарищей по Академии с ума. До этого они были в здравом уме, а теперь, похоже, воображает себе персонажа из романа сборника сказок. Они хлюкают, как свиньи бегают от кошек. Просто помешательство какое-то. У меня есть пара идей. Как все исправить, но мне нужна помощь. Хорошо. Но мне нужно больше подробностей. Что именно произошло? Когда я открыл эту книгу, иллюминус вспыхал яркий свет и раздался глухое рычание, или, может быть, звук, зевук, как будто громное чудовище пробудилось до сна. Прежде все страницы были заполнены убористым текстом. А теперь посмотри сама. Дай-ка, смотри. Иллюминус. Ага. Понял. Прикольно. Видишь, там ничего нет. Слово как будто сбежало со страницей. Я подумал, может быть, чары сделали словно невидимым и попытался восстановить их. Я пробовал осмотровые линзы, вовкиндийские карни и откровения. Даже капал на страницах лимонный сок. Ничего. Так, нам нужен текст, чтобы решить проблему. Не уверен. Очень надеюсь, что нет. Почему... Почему знать? Может, эти слова уже прячут где-то по прионе? Нам лучше сосредоточиться на самих чарах. И если мы сумеем освободить действия кого-то из моих друзей, может быть, они смогут нам чем-то подсказать. Давай попробуем. Так, следовать за Ерундилом. Пошли, Ерундил. О, почему-то я еще здесь. Гладиер, Гладиер, ты пропадал. Я тебе сказала, Гладиер больше нет. Ты такой изаурядный, Гладиер. Такой скучный. Зачем ты так? Я знаю, в этом верится с трудом, но Гладиер, моя лучшая подруга. Она была рядом со мной, когда я открыл Элиминус. И теперь она, честно говоря, не знает, что с ней. Воплотить этот план в жизнь будет труднее, чем я думал, и чем именно он заключается. Верно, извини. Насколько я могу судить, все воображают себя персонажами из разных книг. Если вам удастся выяснить, кто каким персонажем себя считает, мы сможем вынудить их сделать то, чего этот персонаж никогда бы не сделал. И это разрушит чары. Может быть. Надо с чего-то начинать. Не думаешь же ты, что я знаю все на свете? Ралимар, я всего 30 лет в Академии. А, я всего 13 лет в Академии. Я начну с Гладиер, хотя, должен признаться, я понятия не имею, каким персонажем на себя вообразила. А ты поищи остальных. Ладно, кого я должна найти? А, по-моему, я видел кого на восточной стены. Он сидел на земле и просил меня в остальню. То Вэн был в лекционном саду и как будто кого-то допрашивал. И я слышал, как в селении что-то кричало на стене. Смотри, как бы она ни упала. Зачем ты вообще открыл Элеминус? Ты поверишь, если я скажу, что из простого любопытства? Ладно. Я взял эту книгу на время из Лабрариума Камахлехора, чтобы известить ее впечатление на Гладиер. А что это такое? Это библиотека воплощающего ужаса. Ты выкрыл книгу из места, которая называется Библиотека вопящего ужаса. Он взял на время. Я собирался вернуть ее на место. Честно говоря, я вообще не понимал, зачем нам библиотека вопящего ужаса ради Ориэля. Это же учебное заведение. Я просто хотел произвести впечатление на Гладиер. Я думал, если я покажу ей книгу, она станет больше меня ценить. Если это учебное заведение, то где же преподавателя? А ты как думаешь, бродит по крайнями вместе со своими учениками? Когда я понял, что произошло, там общался прямиком к директору и обнаружил, что он стоит у себя на столе и размахивает метлы. И если чары поразили даже твоих преподавателей, то почему они не подействовали на тебя? Я не перестаю задаваться тем же вопросом. Честно говоря, я совершенно ничего не примечательный. Все так говорят. Не представляю, что за особое качество обеспечило мне невосприимчивость к этим чарам. Может быть, у тебя есть какое-то качество, о котором ты сам не знаешь. Пожалуй, возможно, моя матушка всегда говорила, что я особенный. У меня всегда хорошо получалось складывать мозаики и фигурки из бумаги. Как думаешь, это могло изменить какое-то отношение к чарам? Сомневаюсь. Ты права. С моей стороны, было глупо предположить такое. Мозаики, честно слово, какой-то из них толк. Можете многое рассказать мне об этом месте? Да, конечно, боги. И у нас ведь даже не было возможности поговорить об этом. Это Академия Просвечения. Рит стихов, прозы и почти забытых песен. В нашей библиотеке есть все истории Соммерсета. Нас можно назвать хранителями. Значит, вы библиотекарь. Зачем же это грубо? Мы не только храним истории, мы изучаем и переписываем их. Мы вдыхаем старые тексты, новую жизнь, песни, пьесы, романы. Все это мы нежно любим. Конечно, сейчас мои соученики любят немного, даже чересчур сильно. На чем ты специализируешься? На малоизвестных произведениях, в основном на пьесах, работы Тул Дин Дерми... Тул Дин Дерила, например. Они достаточно трудны для понимания. Там много скрытых смыслов, богатый подтекст, понимаешь? Люди обычно стараются не читать Тул Дин Дерила. Он, кажется, им... Скучным? Их я был сказать неинтересным, но да, скучным. Они просто не понимают, что теряют. История о примечении и безрассудствах, это хорошо. Но если ты хочешь понять, что такое быть Тул Дин Дерила, то, что тебе нужно. Если это учебное заведение, то... Ага, то есть мы уже с этим говорили. Да, блин, горло. При очень нудном читании текста у меня начинает немножко горло болеть. Ну, и все нормально. Так, кто у нас тут? У нас тут кто-то вон. Так, знайте, друзья, Ирин Дил. Неужели ты не поможешь несчастному бедолаге? Прошу тебя. Взять его в порвать. Вон, мари. Прошу, миледи, монетку несчастному нищему. Ты не нищий, ты жертва чара. О, но ведь я и вправду несчастен, разве ты не видишь мои грязные ногти? Мои игноящиеся язвы, я жертва, это правда. Но не чар, нет, я страдаю от ужасных проклятий. Не спрашивай о мое имени, в ней его нет. У меня есть столько историй о гордости и скорби. Ты, кстати, не эльф. Ты можешь рассказать мне эту историю? Мне не хватит муха рассказать ее вслух. Один жестокий писец уведничал мои стадания на бумаге. Но я не могу заставить себя прочесть их. Это не просто история, это моя жизнь. Прочти их, если тебе нужно. Ну, пожалуйста, избавь меня от непонимости это слушать. Хорошо? Так, что это у нас? Легенда о призрачном змеи, о Минотаврах, о Принц-Нищах. В каждом городе империи мы сталкиваемся с нищими. Хрена себе читать! Так, спросила хитрого яна. А, да. Благодарю за спасение про хребен нищий, скучу своих мерзких лапмотек. Где-то вот... Так, если мужчина по имени хитрого, хотя он не дает, я не дает, я не стрелленок. Горец, чтобы пытаться самостоятельно лить за богат своей славы, Пройдя многими лесными дорогами, Хитрюга набрел на трех мужчин. Тот с головы до ног был законно предъявлен, и с чертой в лице был невозможен. Мужчина явно намерилась убить его. С воплемым негодованием Хитрюга бросился на этих людей, обнажив меч. Поскольку это были обычные селяне, выраженные вилами и косами, они бросились прочь от луи, на госпитах, размачившихся вопящих мечом. Благодарю за спасение, прохлепил нищий из-под кучи своих мерзких локотек. Хитрюга отшатнулся от удушающей воли. — Как твое имя, бедняга? — спросил Хитрюга. — Я на мир. В отличие от селян, Хитрюга, получив недовольное образование, это имя, сказала ему многое. Хитрюга понял, что судьба предоставляла ему шанс. Но ты же владыща Садоядра, воскликнул Хитрюга. — Чего же ты? — терпела преследование этих людей, и ты могла уничтожить их пару слов. Мне приятно, что ты узнал меня. Да, селяне часто оскорбляют меня, однако меня радуют, когда меня узнают, и по имени, если не по амбличию. Хитрюга знал, что на мир владычи Садоядра, в чьей власти находятся вещи отрадительные, гадкие. Проказом у Мандриана было ее царство, но там, где остальные видели опасность, Хитрюга видел шанс. — Ой, великая Немира, позволь мне стать твоим учеником. Я прошу тебя, дать мне власть, которая обеспечит мне состояние, и имя, которое люди будут воспоминать через века. — Нет, не я иду по свету в одиночестве, ученики мне не нужны. И Немира заковыляла прочь по дороге. Но от Хитрюги было непросто так отделаться. Падая к ногам Немира, Хитрюга моляла ее взять его ученики. Тридцать три дня и тридцать три ночи присмыкался Хитрюга. Немира молчала, но причитания Хитрюги не иссякали. И, наконец-то, на тридцать третий день Хитрюга совсем охрип. Немира поглядела наизапно за молчавшего спутника. Хитрюга стоял на коленях грязи в мольбе, протянув к ней руки. — Кажется, свой урок ты уже получил, ученик, — объявила Немира. — Я дам тебе то, чего ты просил. Хитрюга был не себе от радости. Я дарую тебе силу болезней. Ты можешь выбрать любую болезнь для себя из тех, что имеется в внешнем проявлении, и сможешь менять эти хвори по своей воле. Однако ты всегда будешь поражен хотя бы одной из них. И я также даю тебе силу жалости. Ты будешь вызывать жалость в каждом, кто видит тебя. И, наконец, я дарую тебе силу презрения. Ты будешь вызывать презрение во всех, кто бросит на тебя взгляд. Хитрюга был ошеломлен. Это было вовсе не те дары, что вели к достижению богатства. Эти были проклятия ужасные, по отдельности и просто сокрушительные в мессе. И как мне заработать состояние и сделать себе имя? Ты присмыкался тридцать три дня и тридцать три ночи. Ступай к людям и моли их о милостине. Среди нищих Дамриэля твое имя войдет в легенду. А история хитрюги принца и нищих до конца света будет передаваться из уст куста. И стало так, как сказала Немира. Хитрюга стал нищим. Никто не смог смотреть на бедолагу, не испытав неопределенного желания бросить ему монетку. И вскоре он понял, что сила презрения дает прекрасную возможность получить доступ к секретам мира сего. В присутствии хитрюги люди не боялись разговаривать на любые темы и не обращали на него внимания. В каком бы городе хитрюга ни находился, вскоре он узнавал все о его жителях. И по сей день, если вы хотите узнать какую-то тайну, вам стоит попробовать расспросить нищих. У них глаза и уши во всех городах. Они знают гораздо больше, чем могут подумать те, кто с презрением проходит мимо них. Вот так. Ты пришла еще разглянуть на мою... Эээ, да. Безымянного страдали. За что ж смотри? У тебя есть имя хитрюга, принц нищик. Хитрюга? Имя, которое разбивается даже в самые жестокие сердца. Большинство людей не замечают нас, жалких нечих, не говоря уже о наших именах. Спасибо тебе. Но имена не дополняют, если желудок. Пожалуйста, смейся. Поделишься монеткой. А что будет, если я откажусь? А что будет, если я соглашусь? Потерявшись от девять золота? Какая щедра сильного благословития, Мара? Сука. Ой, простите меня, пожалуйста. Хм. Нет, я отказываюсь. Что? Нет, ты не можешь так поступить. На свете нет смертного, который увидел бы меня. В каком состоянии я не жалился надо мной? Но, может быть, ты не смертная? Это ты, так ведь... Это ты, благословенная Немира. Ты пришла избавить меня от страданий. А чем вы? О, великая Немира. Милосердная лидия разложения. Я думал, что никогда больше тебя не увижу. Пожалуйста, свобеди меня от своих даров. Я больше не в силах справляться с этой ночью. Да, конечно. Я решила... Так, я решила забрать у тебя свои дары. О, спасибо тебе. Я освобожу тебя от своей власти. Так, снять проклятие. Да, я чувствую, чувствую, что ничего не изменилось. Что происходит? Это все? Я вообще не чувствую себя целеным. Что стало совершенно так же, как и было, я ничего не понимаю. Потому что ты не был болен. Ты не признанчик, ты повон. Нет, ты ошибаешься. Взгляни, я в лохмотьях. Просто посмотри. Ой, погоди, что я здесь делаю? Кто ты? Ты был под властью могущественных чар иллюзий. Я пойму, да, и эрудил. Найти способ разрушить их. Эрудил? Да, я вспомнил. Мой скучный старомодный друг. Надо его найти. Может, я смогу помочь. Он в внутреннем дворике. Я пойду с тобой. Вот ты где. У меня замечательная новость, наверное. Книга, она изменилась. Как это изменилось? Я изучал книгу заново, пытался понять, нет ли там чего-нибудь нового. Что я могу спустить, и вдруг на ней начали появляться строки прямо у меня на глазах. И я помогла повону вспомнить, кто он. Может быть, это повлияло на книгу? Я знаю. Он только что вернулся. Как тебе удалось? Я убил его, что князь Дейдра освободил его от ужасного проклятия. Что ж, это довольно странно, но я рад, что мой план сработал. Это не может быть совпадением. Ты должна быть именно и повлияла на иллюминус. Ты только посмотри. Да. Какой драматизм, какая артистичность. Все унылые ученые отбросили свои старые скучные маски и примерили новые роли. Дерзкие искатели приключений, замученные кухарки, легендарные герои. Но, увы, в дело вступает так, кто все досует свой нос. Строящая козни, манщица, что намерена вещаться в игру ученых. Но эта злоумышленница еще не знает, какая ужасная судьба ее ожидает. Прикинь, мне книга угрожает. Существо, которое завладело блондир, явно не довольно. Мне очень не хочется причинять ей еще больше страданий. Но, по-моему, нам следует продолжить освобождать моих друзей. А дальше что? Ты спасла Паволна, отличная работа. Теперь надо найти остальной. Может быть, поможем Танельвен? Она была в лекционном саду, доброшула дух моих товарищей. Ну, давай. Один из вас вор, я узнаю, кто именно. Танельвен? Будь осторожен, нам подруга здесь завелся вор. Один из этих двух скампов. Гениальный преступник, разработавший все... Разработавшийся... Разработавший план похищения пирога. Моего пирога стоило мне отвернуться, как мой чудесный пирог исчез. Ты пекарь? О, боги, конечно, нет. Ты что, не узнаешь самую умную, симпатичную сыщицу в Тавриэле? Ты наверняка читала о моих похождениях. И несколько талантливых писателей увечили их на бумаге. Где-то должен быть экземпляр. Я найду его. Так, смотрим. Славный партийный пирога герой, детектив Вэйл, убийца в запертой комнате. Так. Нормально. О, комната действительно была заперта. Когда произошло убийство, сказал в детстве Вэйл, отряхивая пыль с легендного нарядов. Космодомойка тоже вся пыль и раскрасневшаяся царапях поправляла парку. Кану только что выбежала из-за плотно заставленных полах алхимика. Что вы там делали, детектив? С подозрением спросила алхимика Крилана. Ох, ваша маленькая пыльная служенка просто помогла мне с расследованием, сказала Вэйл. Не обращайте внимания, на что и стоило его обратить. Так вот, на полупустую бутылку желчь и в массу химик Крилана нервно поеживался, бросил взгляд на тучного городского сражника, который с возобновленным интересом наблюдал за их беседой. Она сглотнула и произнесла, какое отношение моя старая кладовка имеет к смерти банкира Гратта. Он был в своей, собственно, запертой комнате, когда скончался. Вэйл провела пальчиком в перчатки, падая с пола. Да, тут довольно пыльно. И вы наставили на том, что именно эти хранилища не использовалась в течение многих месяцев. Но посмотрите на бутылочку с желчью, в массу с нее стерта большая часть пыли. А знаете почему? Почему? Спросил дьюжий строжник. Вэйл одарила его своей самой ослепительной улыбкой. Потому что, уважаемый констебль, банкер уже был убит, когда заперся в себя. Он просто не осознавал этого. Вэйл повернулась к алхимику с триумфальной ухмылкой. Признайтесь в этом, вы щедро смазали желчью пищи перья банкира в течение последних нескольких недель. Вы медленно отравили беднягу. Чтоб ты провалилась, Вэйл, прошипел алхимик. Но я не доставлю тебе удовольствия видеть, как меня упекают в тюрьму. Прежде чем строжник попытался остановить его, Крилана прокинул задержимое плако на себе в горло. Его кожа посерела, как пепел. И он рухнул на землю. Ваша смерть не доставляет мне удовольствия. Крилана, к сожалению, сказала Вэйл. Тут она оживилась. Хотят вот, ваша посудомойка. Так и куда же убежала маленькая плутовка? Да. Тоннель, вы? Ну как, уже прочла? Мои героических подвига впечатляют, правда? Да, очень, значит, и вы Детеки, Вэйл. Да, конечно, к вашим услугам. Нужно раскрыть напутанное преступление. Ладно, я скоро займусь твоим делом. Но сначала мне нужно разоблачить этому наглобу похитителя пирогов. Это явно кто-то из этих двоих. Ты уверена? Что? Ну, конечно, уверена. Я понимаю, обывателю это кажется неразрешённой загадкой, но для меня всё совершенно ясно. Иными словами, я никогда не ошибаюсь. У тебя есть доказательства? Доказательства? Ну, разумеется, у меня есть доказательства. Я просто хочу, чтобы эти двое потрепыхали. Харлис, сын, на крючке ещё немного. Скоро я назовемочу вора. Чикс. Ну, давай послушаем. Хундранд. Хватит! Чего ты пристаёшь ко мне? Какая-то крикливая девка. Не нужны мне никакие дурацкие пироги. Если вор не ты, то кто? Должно быть, его взял тот пронервный бредонец. Поверь мне, вора я узнаю с первого взгляда. Этот маленький мерзавец вор. И он, должен быть, действовал просто маненосно. Этот паршивец всё время был тут, а заранее... А зрение... А зрение у меня он строг, как рыболовный крючок. Понимаешь? Если Бретония всё время был у тебя на глазах, может быть, пирог украл кто-то другой? Нет! Не может быть! Детектива я сказала, что один из нас виновен. Это не я. Вейл умна, как одноглазая акула. Она никогда не ошибается. Никогда. Ты не видел ничего необычного, вероятым, как пирог пропал? Хм... А, я видел, как рядом прорывал... Чёк коричневого меха. Быстро, как дельфин в волнах. По-моему, это был какой-то зверь. А он убежал в хвосты. Не думаешь же ты, что Бретония Свервольф, а? Да. Моя дура. Хочешь возложить ещё больше бремя на того, кому и так нелегко? Я не крал никаких пирогов. А теперь убирайся, пока я не приказал бросить тебя в подземелье. Ты украл пирог? Пирог? Тьфу, вот ещё беспокоиться из-за каких пустяков. Мне и так приходилось заботиться королевстве и перерекаться с неблагодарным ребёнком. Я не крал никаких пирогов. Это явно сделала вон та пиратка. Понятия не имею как, и я не видела, чтобы эта негодяйка куда-то уходила. И если ты не видела, чтобы пиратка уходила, как ты можешь быть в этом уверена? Что? Ты хочешь, чтобы я поверил? Буду дать тебе... Вейл ошиблась? Ха! Что за чушь? Эта пиратка украла пирог. Ты только погляди на эти крошки. Какой беспорядок могла учинить, только неряхно-морячка. Крошки? Да, погляди, они повсюду, похоже, не тянутся до самых кустов. Не знаю, зачем эта мерзавка оттащила пирог в кусты. Нельзя же ожидать от усталого монарха, чтобы он понимал, что творится в голове преступницы. Так, мы видим следы. Следы, и они ведут в кусты. Где-то в этих кустах мы должны найти... Где? коричневый... собрать доказательства, не вижу... доказательства, вон, все вижу. Вот он, рыжий клочок, недоеденный пирог. Угу, поговорить с Тан Эльвен. Ага, ты как позволь время. Как раз увидишь, как я разлучил Глора, украшивал пирог. Хорошо, это тоже преступник. Совершенно ясно, что вина у них никто иной, как вон тот пират. И его красочных показаний выгнают за вкус пирога, а это мог знать только тот, кто его пробовал. Еще одно дело, раскрыта темлина? Вообще-то нет, я нашла вот это возле вашего наебшегося до отвала пса. Пес, ну конечно, нашла же шерсть крошки, как я могла не обратить на это внимание. Это было так очевидно. Нет, это неправильно. Книжки все по-другому, я же детектив Вейл, я никогда не ошибаюсь, погоди. Я слышу имя, кто такая Тан Эльвен? Ничего не понимаю. Но вообще-то это ты, ты положил в чар. Эрудил ждет тебя по внутренним дворикам. Да, теперь я вспомнила. Та проклятая книга, иллюминос, все из-за нее, да? Пойду поговорю с Эрудилом. Эуриэль знает, что ему понадобится помощь. Спасибо, подруга. Быть страстной сыщицей было как-то неловко. Не знаю, что я тебя провожу. Значит, нам нечего бояться? Не знаю, но теперь мне хочется есть. Такс... Эрундыль. Очередное успешное спасение. Хавала богам. И я освободил Тан Эльвен на черной лимонусе. И я так и подумал, превосходно. План, наверное, работает. Когда ты кого-то спасаешь, в книге появляются новые абзацы. Ты как будто пишешь новую историю. Любопытно и весьма тревожно. Смотри сама. Я вам говорю, мне книга угрожает. Так. Это мы читали. Вот. Доблестная героиня. Снова и снова без спроса уходит в сцену. Мертвыми, мрачными словами. Эта злоумышленница вытягивает силы из актеров. И вот глупые книжные черви забыли о своих ролях и уползли назад к своей отпулявшей предсказуемой рутине, которую лишь в насмешку можно назвать реальной жизнью. Отупляющей. Откуляющей. Хе-хе-хе-хе. Да. Похоже, персонаж Гландир связан с Элеменосом теснее, чем остальные. Но я так и не смог определить, кто на себя считает. Но мы делаем успехи, вроде бы. Так что дальше? Очевидно, освобождение моих друзей. Элип ту силу, которая наложила эти чары. Может быть, если Элеменоса разозлится как следует, сила, которая стоит за ним, раскроет себя. Как тебе план? Это был не риторический вопрос. План скверный, да? Посмотрим, кто следующий. Ты еще не нашла Селинию? Посмотри на стенку Академии. По-моему, я видел ее там, наверху. Забавно. Она до смерти боится высоты. Уговорилась спуститься. И может быть, мы продвинемся еще немножечко. Так, Селиния. Селиния, Селиния, Селиния. Я не помню. Как-то немного выйдет, чтобы она не прыгнула. Так, подожди. О, да. Извращенка, это тебе. Мы еще нашли такую же штуку. Этическая сила. И кровать. Так, вот она. Ой, да брось, прыгай, это весело. Может, не могу? Конечно, я тебе покажу. О, верно, я не боюсь. Селиния. Привет. Пришла присоединиться к моим приключениям? Или, может быть, собираешься выбранить меня, как придирчивые старики рабочие? Надеюсь, что нет. Новый друг. Мне бы пригодился светлячок забавный, но немного странный. Кто такой светлячок? Он мой лучший друг. Вон он стоит, видишь? Он всегда придумает самые лучшие забавы. Но иногда такое сказание, что у меня панцирь коробится. И все же с ним всегда можно отправиться на поиски приключений. Сидеть в шахте? Это так скучно. Понятно, если он светлячок, то ты-то да. Игра, игра в загадки, да. Вот тебе несколько подсказок. У меня восемь длинных тоненьких ножек. Миленький, маленький, жвалая. И жажда приключений. Ошарашена? Ха. Вот тебе домик может дать тебе подсказку. Он должен быть где-то здесь. Я его найду. Так, смотрим. Нэтче, нэтче. Всегда нэтче. Всегда нэтче. Храбрый маленький скрип. Вот этот. Да. Храбрый маленький скрип жил вместе с маткой Квама. И хрена себе. Так. Они были свободны. Но храбрый маленький скрип был недовольный. Ему за что делать. Чем ты лучше меня? Спросил храбрый скрип рабочего Квама. Я старше тебя скрип. Так. Почитаем. Ну ладно. Я старше тебя скрип. Нетерпеливо ответил рабочий Квама. Я всегда очень занят. И я знаю, что нужно делать. А теперь надо держаться подальше от водопада. Поверь мне. Лучше полностью отдаться работе, чем близкаться в воде. Храброму маленькому скрипу не нравились ответы. И он отправился поговорить с воином Квама. Почему мне нельзя поиграть в водопаде? Спросил он. Воин Квама. Как всегда очень серьезный. Даже не посмотрев на скрип. Ее он. Ни на что не отвлекаясь. Выглядывал в пещеру потенциальных врагов. С которыми надо было сразиться. Воину нравились сражения. Ему всегда хотелось битвы в водопад. С водопадом нельзя сражаться. Маленький скрип. Вода холодная. Быстрая. В ней можно утонуть. Возвращайся к этой лучшее. Назад. В яичную комнату. Поиграя с другими скрипами. Пока мы воины охраняем вас. Храброму маленькому скрипу этот ответ не понравился. Ладно. Сказал храбрый маленький скрип. Раз никто не объяснит меня внятно. Почему мне нельзя поиграть в водопаде? То я пойду и буду играть в водопаде. Когда маленький скрип приблизо зажался. К падающему с высоты подземному потоку он заметил впереди крошечного светлячка. Привет. Малыш светлячок. Позвал его скрип. О привет. Маленький скрип. Пропел ему светлячок. Голос у него был возбужден. И скрекучий как горячее пламя. Что привело тебя в эту часть пещеры? Я пришел поиграть в водопаде. Привет Рива сказал мне храбрый. Сказал маленький скрип. Может подвинешься и я пройду? О да. Пропел светлячок. И с радостью пропущу тебя. Давно не видел никого тонущего в водопаде. А я хочу... Нахожу это зрелище червей. Звычайно занятным. Пожалуйста поспеши. Я хочу повеселиться. Храброму маленькому скрипу не понравилось сказано светлячком. Ты хочешь посмотреть как я тону? Да. Мне пожалуй все равно как ты это сделаешь. Пропел светлячок. Лишь бы совсем утонул. На потеху. Ты умеешь плавать маленький скрип? Храбрый маленький скрип задумался на славу светлячка. Я умею плавать. So go on. Но что-то сегодня мне не хочется играть в водопаде. Может быть завтра. Пока светлячок. Как скажешь маленький скрип. Пропел светлячок. Счастливо тебе. И храбрый маленький скрип побрел назад яичную комнату мечтая о каком-нибудь другом приключении. Вот тебе нафиг. Так. Селения. Ну что догадался? Да. Ты конечно. Ты скрип. Да. Угадал. Я самый бесстрашный искатель приключений. На восьминожках. Мне ничего не боюсь. Ничего. Правда. Ты ничего не боишься. Ничего женьки. Даже тихо огромных волосатых паук в саду. Особенно их. Скрип не боится паучков. Ни чуточки. Найти паука чтобы испугать селению. Блин. Вот. Придется вот так вот сделать. Оп. Так быстрее. Угу. Почти. На второй этаж нам надо. Такс. Опять ты. Только не это. И вперед. Это паука. Нет. Уберите его от меня. Ох. Умерзительное отсоздание. Погоди, погоди. И все испортило. Что происходит? Что происходит? Это же был всего лишь паук. Где она, кстати? А, ладно. Селения. Ой, блин, дожи, надо. Это неправильно. Я же храбрая, храбрая, бесстрашная. Что со мной? Где я? Мара, помоги мне. Что на стене? Да, ты была под влиянием Чар-Иллюзии. И Рудил попросил мне тебя помочь. И Рудилба? Это селта проклятая книга, или Минус? Я уже говорил, он не трогал ее, чтобы он ее не трогал. Он просто хотел устроить представление для Валарли. Фу, может, продолжим разговор ближе к земле? У меня до сих пор голова кружится, конечно. Пошли. Ты хочешь сказать, что он до сих пор с ней возится? О, Сэн, нужно скорее спуститься и проследить, чтобы он не топорил глупостей. Хорошо, пошли. А, она быстрее меня спустилась. Ну, честно. Такс, эрундию. Вот и где. Глордир мрачнеет на глазах, а книга снова изменилась. По-моему, все движется к развязке, как обстановка. Каждый раз, когда ты прибудешь к кому-то сюда, Глордир все больше и больше раздражается. Поначалу она просто пристритительно смыхалась и ворчала, а теперь она вот-вот взорвется от негодования. Подобав к всему, к ней появилась новая запись. Она, в общем, посмотри сама. Ну, хорошо. Или минус. Ну, наконец-то, отважная драматурка устала от вмешательства героини. Она смотрела на темно-пенящееся море на океане огромных кошмаров, где плавают лишь самые смелые творцы. И из его чернильных глубин она призвала невыразимый ужас, и скоро они поглотят героиню. Глордир? Ты, я сыт от тобой по горло. Моя история была безупречной. Безупречной. Кстати, ты не знаешь, дейка, что ли? А ты все запутала. Я этого не потерплю. С меня хватит. Достаточно, спрашиваю в последний раз, кто ты? А, сколько спесь и сколько дерзости. Из тебя бы получился отмеченный, отменный персонаж для моей истории, если бы не твои прямые стремления сунуть нос не в свое дело. Мое имя не имеет значения. Главное, это постановка, история. Теперь ты хорошо ее знаешь. Ты все время читала ее. Значит, твоя история, ты или минус? Да, и не будь в ней тебя, она вышла бы куда лучше. Даже, пожалуй, всех вас. Вы скучные, заурядные. Мне нужен источник вдохновения, библиотека. Да, там превосходные книги. Я воспользуюсь ими, чтобы создать поистине ужасную историю. Погоди, стой, не надо. Ты не удерживаешь этого книга. Это у меня! Главдия, ждите! Прикольно. Ерундил. Она исчезла. Повезло так повезло. Куда она делась? Она сказала, что ей нужны вдохновения и история библиотеки. Что ж, это не лучший вариант. Должно быть, она имела в виду книгу, хранилище под залом просвещения. Если она захочет еще что-то натворить, там внизу полная история, которая позволит ей это сделать. Ты должна спешить, не дай ей сбежать. Спасибо. На чудили расхлёбывают мне. Ну, как всегда. Зал просвещения. Ну, и книги летают. Вообще шикарно. Ну, а помните, я вам говорил, что я где-то видел летающие книги? Вот вам, где я видел летающие книги. Ахиларис, меридил. О, да что такое творится? Вот это да. Желобливая искательность выручения. Наконец-то. Извини за беспорядок. Обычно я все держу в чистоте. А когда становится грязно, я так возбуждаюсь. Не ясно. Так что здесь случилось? Ну, здесь промчалась фигуристая женщина. Растрепанные волосы, крепкие ягодицы, какая грудь. Короче, за ее спиной книги начали оживать. Здесь появились клыковстые звери. Мужественные, потные бойцы. Тебе не кажется, что здесь становится жарко? Здесь идея, что мне делать с этим иллюзиям? О, у меня много идей. Погоди, ты хочешь их прогнать? Какой я глупый. Похоже, эти создания привязаны к своим книгам. Если ты закроешь книгу и поставишь ее обратно на пол, это может сработать. И как это узнать? Следуй своему инстингу. Интуиции. Первобытному, неприученному инстингу. Если он тебя подведет, можешь осмотреть содержание пола. Некоторые могут показаться излишне скромными. Они с виду. На самом деле, похотливый археогариус наклеил на них ярлочки. Ну, не только важно ставить книги на те самые полки, где они стояли изначально. Они, похоже, привередливы. Да, и мы, по-моему, будем получать урон каждый раз, когда... Короче, книжки нас будут тут атаковать. У нас что ждет, видели? Видели, видели. Ну, да, у нас уже поджидает. Так, кто у нас тут? У нас тут собачка. Писописом. Грязная шкура. Хе-хе-хе. Много грязной шкур? Так, тут у нас, по-моему, что-то непонятное. Так, здесь пройдем сюда. Да. Найти проклятую книгу. Проклятая книга. Найдена. Темный лес. Тайна, да, замыслы жизни. Найти проклятую книгу. Прикольно. Я уже, если честно, не помню, что надо делать. Сейчас будем методом тыка. Научный метод тыка. Вы не знаете, что такое научный. Метод тыка. Это когда у вас, вы не знаете, что вам необходимо сделать, а вам необходимо что-то делать. И вы просто берете и научным методом тыкаете, куда нам необходимо. Так, смотрим. Ярлычки. Что это у нас? Якунанская картография. Роколосство по колдовству. Каджитская поэзия. Биография. Биография. Стихия о природе. Дышь. Нет, ты все испортила. Как я, да? Ну да, надо, поизвечный метод, со сторон героиня спастись. Рассвещенная. А, вон книга. Так, что у нас тут? Колонны, колонны осада Альдмарака. А, это про якуданскую. Ладно, придется мочить их. Легко дансы. Ну, сейчас посмотрим, что нам предложат. Это не любовный роман, да? Это точно. Че? Я не могу сюда пройти? Почему? А, там внизу еще есть книжки. Стоп, а это что у нас? Так, пойдет? Морехода нет, имперская история. Давай попробуем. Да. Хватит вмешиваться! Да ладно тебе? Прикольно же, играемся. Так, а что тут у нас? У нас тут какие-то сталагмиты или сталактиты, да? Только я не помню, что такое сталактиты, а что такое сталагмиты. Ну, что-то из них. Я рождался рев, и налетела бары в ветра. Судьба героя не была предрассушена. Стенами инотабров. Так, Тирон Леор, специалист по требованиям переизвеста рев, и мы уже должны пришли, чтобы мы знаем, что это вреднее мнение скомпрометировано очень экономно. Увидите ментару, не спрашивайте его о благородном расслежении, если где-то остаться жив, после этой встречи убейте его или бегите. Альтмерская философия, чудовище и ужасы. Ну, я уговорю? Ты все никак не угомонишься, да? Ну, что это такое? Почему у меня все, все белое? Я не... Она... Она ушла. Ага. Зачем только такой яркий свет было, надо было делать? Лордир. Я свободна. Наконец-то, погоди, где я? Ты в книгах хранилища Академии, думаю, ты была Держима. Да, теперь я вспомнила о этой тваре. Называла себя Пресвещенной. Она пытается историями о сражениях и трагедии. Чем увлекательнее, тем лучше. Вы с эти сражения, преследования и тревоги сделали ее сильнее. Как не остановить это существо? Она стала настолько сильной, что не было физического обличия, да делает ее опаснее. Но одновременно, дает нам возможность сразиться с ней. Если ты выследишь и ее одолеешь, у нее не останется другого выхода, кроме как вернуться в Вильяминус. Хорошо. А ты иди. Мы отдадим извращенцу ее. О, 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 стоять, чикас. Так, хорошо. Я даже не волновалась. Ты волновалась? Книжка или минус? Какой драмати... Какая артистичность, так это... Увы, ужасов не хватило герояне, сломав голову... Сломя голову, бросилась к драматургам, пропирая ногами ее творения. При всех своих красоте, коварстве и воображении драматург, просвещенная, не смогла помешать примитивной победе гитарине. Издав прерывистый вопль и поклявшись отомстить, я навернулась на странице своей книги, там просвещенная останется, выжидая и набрасывая сюжет своей следующей великолепной рукописи. Поставить на полку. Вопящей книге. Ну, такое. Ничего такого сверхъестественного. Кстати, можно и почитать? Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Книжная полка. Благородство в воровстве. Понятно. А тут извращенец. Библиотекарь-извращенец. Где он? Архивариус. Меринди. Я чувствую себя по-другому. Погоди, я говорил какие-то ужасно неприличные вещи, да? Ох, мне так жаль. Пожалуйста, поверь, я обычная крота, как новорожденная черепашка. Это все те любовные романы, понимаешь? Я думаю, ты уже все поняла. Да, конечно. Нет, ну, прикольно. Че, такой персонаж интересный. Было бы прикольно, если бы он не изменился. Вот это было бы действительно прикольно. Такс. Ерундил. Какого хрена? Все мои соученики и преподаватели на конеца приходят к себе. То, что ты сделала, похоже, сработало. Ты действительно одолела эту тварь, просвещенную. Да, конечно, но выли меня все. Хвала богам. Знаешь, Благородира наконец объяснила, почему на меня не поди свой чар. Просвещенная сошла мне слишком скучно. Представляешь? Пожалуй, быть занудой иногда даже полезно. И, конечно, иметь сильных союзников против тебя тоже. Береги себя, Керувал. Че, ты спереди тебя. Да, конечно. Все. Молодец. Прикольно. Все, друзья. Надеюсь, вам серии понравились. Мне, вот, кстати, эти два задания очень нравились здесь. И что то, что это, они довольно интересные. Все. Всем спасибо. Всем пока. До следующей серии. С вами был Николай. И пускай у вас все будет хорошо. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok